Привет, мои хорошие! С вами Селена и Дынь. Мы приехали в торговый центр Горизонт. Зачем? За подарками, всякими приколюшками, духи понюхать. В общем, много чего. Я в новом костюме. Смотрите, какой он зелёный. Такой, да, спортивный костюм, но он как-то так интересно подшить, что можно его под такие серёжки одеть и под каблук хорошо. Но я не в каблуке, я сегодня в осенних своих, как вы помните, кожаных ботиночках, полусапожках. Я, в принципе, думаю, что ничего так. Но мне нравится всё сочетание цветов, поэтому мне плевать. И главное, чтобы мне нравилось. Вот. Ещё, 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 что же ещё вам рассказать? Короче, я погуляю сейчас. Первым делом мы сейчас зайдём и, как всегда, покушаем. Сейчас шёл дождь, погода 10 градусов, как всегда. У нас... Что у нас сейчас? Да. Да. У нас декабрь. Середина декабря у нас 10 градусов. Да, Дэнь? Да. 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 Тебе нравится? Такой расклад тебе нравится? Отвечай. Отвечай. Молчание – знак согласия. В общем, да. Малого сейчас попыталась покормить. Дождик вроде чуть сошёл. И сейчас мы пойдём и всё-таки присяду в свой любимый гайд-парк. Мы сначала покушаем, сделаем все дела, потом спокойно будем гулять по ТЦ. Беру вас с собой. Кстати, я нахожусь в туалете и хотела мамочкам посоветовать, я думала, будет это полезно, как с коляской ходить в туалет. Если туалет большой, классно, можно заехать и с коляской вместе. А если туалет небольшой, то я всегда выбираю последние, вот эти стенки, последние места, вот так прикрываю дверь и колясочка моя стоит вот наружу. То есть там все видят, что здесь есть человек, сын отморит его так. Вот. А я в туалете. Вот так это выглядит. И что? Ну, раз, приобрела, закрыла. Очень удобно. Мой телефон в шоке уже. Короче, мы присели, вот смотрите, как я выгляжу. Вот так вот у меня всё. Красота, не знаю. Даже прохожие делают комплименты, даже девушки, представляете? Ну, я думаю, конечно, они так не в плане баба, какая красивая, как ярко одета, а типа, ой, краса, вошла. Ну, как ещё бабы могут говорить? Зависливые сучки. А Дэнни у меня, смотрите, он тоже одет у меня. Крышечкой закрывает за окна. А Дэнни у меня как вот под маму, скажи, да? Всё в стиле. Тоже цвета такие подобраны. Темно-синие, тут не видно. Это ручище. Куда крышку в рот? Куда в рот? Нельзя крышечку в рот. В общем, не зашла в гайд-парк, зашла в кофейню, а потому что в гайд-парк нужно вот коляску поднимать. Вот этот один момент, короче, меня там напрягает. Ой, даже салфетки, гляньте мне в тему. Короче, зелёные нынче в тренде. Или я подбираю цвета такие. В общем, коляску нужно поднимать, спускать, там ступеньки небольшие есть. А здесь нету, я поэтому сюда пришла. И я помню, что здесь мы с братом и женой его, и с детьми отдыхали. Я пробовала здесь салат. Ну, короче, я забыла, как он называется. И заказала себе сейчас овощной салатик. С картошечкой и баклажанами. Это то, что я люблю. Баклажаны, картофель, баклажан. Леня, что ты там хочешь взять? Давай. Мы своего добьёмся, да? Молодец. И соску, и всё. Молодец. Заказала себе в кофемен кофе с мёдом. Смотрите, там мёд. И салат, по-моему, это тот, который я заказывала. Он, оказывается, вообще овощной весь. Картошка тут. Картошка, огурцы, помидоры, салатик. Баклажаны. По-моему, это он. Сейчас попробую. Скажу. В общем, схомячила я салатик. Это салатик не тот, который был. В том салате, который я заказывала, всё-таки было мясо. Возможно, это была либо курица, либо говядина. Ну, что-то я не помню. Почему-то мне казалось, что там была утка, но у них не было давно уже с уткой ничего. Что-то я перепутала. И попробовала кофе с мёдом. Ну, кстати, необычно. Получается сладкий кофе, как сироп, и лёгкий оттенок мёда. Здесь какой-то горный мёд наливают. Я подумала, что дома тоже я могу с мёдом делать кофе. Отличная идея. Молочню я угомонила, дала ему телефон, и он сидел всё время, пока я кушала. И тихонечко. Так что новое поколение, гаджеты, руля. Вот. Всё подряд пикает. Набрала кучу всего в Леди Коллекшн. Сейчас зашли в Леди Коллекшн девочки. Просто не такая красная. Зашли в Леди Коллекшн девочки, одна прошла вперёд, а вторая сзади остановилась, такая смотрит на меня и вот так сделала. Ну, я подумала, что она меня узнала. Ну, такая реакция. Просто неожиданная. Такая, знаете, что я аж сама засмущалась и покраснела, и даже аж растерялась, не знала, что сказать. Но они в итоге так и не подошли сфотографироваться. Одна к другой подошла, что-то ей сказала, а та спросила, да. Я всё слышала. Вот. Девочкам привет. Впервые в жизни я краснела. Аж стала так засмущена. Не, конечно, может быть, эти девочки меня не узнали, а просто на мой яркий наряд так отреагировали, потому что я смотрю, что так мимо проходящие люди как-то так неоднозначно на меня смотрят. Вроде бы я не одета... Вроде бы я не одета как-то так сильно вызывающе. О, махают. Вот такая нормальная реакция, да? Вот. В общем, так, накупила подарочков, накупила себе всяких подарочков и вам подарочков тоже, потому что будут конкурсы. В общем, я скажу в видео всё. Смотрите, смотрите все мои видео. Я в каждом что-то интересное говорю для вас всегда. Вот, и что ещё, что ещё? Что ещё, что ещё? Куда мы сейчас идём? Да нет, не спит. Как мы играли сегодня? Ку-ку! 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 Спать! Короче, никак не засыпает. Малыш у меня. А что я хотела взять-то? Я ещё что-то... А, духи понюхаю. Всё, я иду нюхать духи. Мы пришли домой, а меня ждёт постиранное бельё, которое нужно развесить. Я поставила чайник, пить чай. Малышня моя спит. Я всё думаю о тех девочках, которые узнали меня, или я и не знаю. В общем, реакция моя не была бы... Не была ли грубая? Я вот за это переживаю. А потому что я немножко так это... Почему-то засмущалась. Я не знаю почему. Даже мне реакция очень удивила. Она и приятная, и в то же самое время как-то непонятная такая реакция. Ну вот. Вот так. Так что, если что, за свою реакцию извиняюсь, если вдруг грубо была, или ещё что-то. Ну, вроде не грубо. Сейчас снимаю свои супер-серёжки. И супер... И супер-костюм. Сейчас хочу покушать. Не знаю, сварю сосисочки, может быть. Или... Или сосисочки. И нужно заниматься делами. В общем, ёлочку купила. Надо украсить дом, снять вам рунту. Но, наверное, это всё уже будет. Потому что влог, он идёт на протяжении долгого времени, а видос я снимаю и выкладываю для вас. Чуть-чуть подустала, но на самом деле я так хорошо провела время. Прямо не было заморочки такой. И потеряли, кстати, соску мы в горизонте. Начала идти по своим следам обратно. И у кого вы думаете, уже нигде не смогла найти, и уборщица убирала всё. И говорю, случайно соску не встречали? Она, да, встречала. Вернула на соску. Приятно. Вот. Ладно. Пойду делать дела. Это ещё шайник... Шайник чумит. Шайник чумит на фоне. Это не айс. Хотела показать вам наше новое постельное бельё. Снулин спит. Вот оно очень крутое. Я давно искала. Именно, видите, оно с одной стороны вот такое, а с другой матовое. И это идёт... Подушки вот такие, 70 на 40. И ещё есть цельный, без рюшечек, 70 на 70. Мне кажется, очень классно в интерьер вписывается. А, да. Бельё я это купила на рынке. Поэтому... Похожее я видела в Хофф. Но там цвета были чуть-чуть другие. Мне вот такой прям нужен был оттенок, такой беж, что-то такое лёгкое, чтоб вписывалось, видите, под мои серые интерьеры, белые. А там был коричневый, там был такой немножечко сиреневый. И рисунки другие были. Даже покруче. Но я на рынке покупала 1800 цена этого комплекта. А там 3,5 со скидкой. Хофф. Ну вот, если кому-то интересно, я еле удержалась, чтоб не взять. Действительно, очень крутое бельё. Круто смотрит. Всем привет. День следующий. И сейчас мы с Даничкой мчим просто. У нас погода такая классная. Я ему решила шапку полегче одеть. Ну, капюшон так сверху, если что. Потому что реально я каждый день просыпаюсь, и у нас то 10 градусов, то сейчас за 11-12. Только в плюс всё идёт. И я сама вот даже без шапки. Ну, я взяла её на всякий случай. Ну, лёгкая кофточка внутри. Ну, и пацану тоже колготки не поддеваю. У него очень тёплые штаны на синдепоне. Он парится. А мы, в принципе, по улице не так-то много ходим. И, в общем-то, погода радует. Дворники работают. Погода радует. Сейчас я бы хочу купить себе экшн-камеру для влогов и для одного события, которые планируются происходить. Очень интересный таксо-баттл. Буду отстаивать звание женщин за рулём. Но об этом попозже. В общем, пчим, а то пацан нервничает. Кто нервничает? Грязный! Фу! Дыня! Тебе не стыдно? Не стыдно тебе? Это в рынке. Зашла купить камеру. Оказывается, короче, там только наличные сейчас принимают. И Сбербанк, короче, близко нет. А у меня мама тут рядом работает. Зашла к ней в гости. Она взяла малок. Пошла за деньгами. У меня мамка банкомат. Ну, так получилось сегодня, что у неё есть наличные. А у меня что-то не работает. Это, Сбербанк онлайн. Вот, там сложности, видимо. Ну, бывает иногда. Не видит карты. И такое всё. Поэтому нужны наличные. Пошли с малышами. Я жду. А что хотела сказать? Вот стою я, и уже два дня у меня такое состояние, когда, знаете, вот что-то в груди вот здесь вот, вот здесь вот, ком какой-то, или что вот, не знаю, от того, что постоянно занята мозг. Я начинаю забывать уже всё. Представляете? Сегодня, например, кофе сделала, не сделала. То есть кофе поставила всё на кофе и пошла в комнату. Я зашла в комнату, и вот этот поток информации всякой, там ответить написано. Там, в плане. Можно ещё это. Я как. Такие лица, вот как будто вы не ожидали, что я вас снимать буду. Мы не ожидали. На. Баба. Ну чё? Всё, я пошла покупать камеру. Мамуля, работай. Мамуля, работай. Мы, практически, не к чему. Селую бабулю. Селую бабулю. Мы уходим в целую бабулю. Бабушки губки накрасаны. Матя. Ой, тягу, тягу. Ладно, всё, мы побежали. Так вот, в общем, я не договорила, что за состояние. Я перекусила, губы чуть-таки отстёрла. Состояние, когда хочется вот заплакать, как будто что-то на груди, в области груди, да, вот накапливается, накапливается, но единственный момент, что я, ну, объяснение, у меня нет причин для того, чтобы плакать, у меня всё хорошо, единственное, что это реально может быть физически такой момент от того, что я, хотя вроде высыпаюсь, ну, скорее всего от того, что мозг постоянно, постоянно занят и постоянно сконцентрирован вот именно на делах каких-то, да, вот, и не то, что даже он сконцентрирован, а он сконцентрированно рассеян, потому что я реально какие-то вещи забываю, не успеваю, мне приходится всё записывать и держать в голове, и это постоянный напряг, и вот мне кажется, что, да, из-за этого что-то оно подсобиралось два дня, а может быть ещё ПМС, тоже такое бывает, физический момент, когда, и главное, слёзы, ну, не идут, как бы, я не могу так себе заплакать, их надо выдавить, начинаю их выдавливать, как бы, и понимаю, что это какой-то неестественный процесс идёт, в общем, смешно. Мы проснулись, доброе утро. Вот так вот Дэнчика залазит на кресло ко мне и сидит, просит меня что-нибудь потыкать в телефоне, но я ему включила мультики, фиксики. Я считаю, что это познавательные мультики для деток, там очень много интересного, даже что я, бывает, не знаю, интересно посмотреть. Мы, кстати, идём на фиксиках, на шоу фикс скоро. Что это было? Думаю, интересно было. Кажется, лифт сломался. Не волнуйтесь. Слушаю. Мы тут в лифте застряли. Поняла. Соро, это мы. Соро, это мы. Соро, это мы. Мужик. Ой, вчера я так устала, на самом деле, с 8 часов где-то до 2 ночи вообще не подходила к телефону, да, и к компьютеру. Вот, потом малыш уснул, я ещё чуть-чуть полежала и встала, сделала видео вам. Сегодня должен прийти брат. Я ему там кое-что заказала с сайта, он должен примерить. Тоже видео буду вам снимать. Что ещё? Сегодня у нас лайт дома, я в предыдущие дни все выходила из дома, да, я вчера так устала, что даже, что даже не умылась. Я ещё кофе даже не пила, я всё, наверное, накормила, а сама ещё ничего не пила, не ела. Так что пойду. На самом деле, после последнего кадра прошло уже дня 3. Я села для вас монтировать влог, и оказывается, что я его ещё не закончила. Уже столько событий всяких разных прошло, и скоро будет много интересных видео. Одно особенно интересное, просто незабываемый опыт. В общем, всё узнаете. Просмотрела влог, в принципе, всё нормально, совсем согласна. Единственное, что вот эти последние дни действительно мне было так плохо, выдавливала слёзы и, в общем-то, отдыхала. Но после того, как я... После того, как я поимела определённый опыт, я действительно отдохнула, пока я его имела, этот опыт. И мне стало намного лучше и легче. Я сейчас себя чувствую очень хорошо и не напрягаюсь так вот, как раньше, и всё. Все моменты такие ушли. Я безумно рада. Сегодня я впервые за долгое время приготовила вообще картошечку, сосисочки из фикс прайса, эти помидорчики, огурчики. И так от души поела, потому что я давно дома не готовила. Просто, ну, руки не доходят. Деловая колбаса. Я не знаю, вроде бы ничего такого в последнее время особого не происходило. Поэтому, думаю, этот влог будет коротенький. Пусть лучше вы будете скучать за моими влогами, чем они будут длинные, и вы будете думать, когда он уже закончится. И я буду готовить пока следующий влог. Начну завтра его съёмки. А вы ждите новые видео. И всех с наступающим Новым Годом. Я хочу постараться сделать для вас побольше новогодних каких-то видео. И рум-тур. Буду тоже завтра готовиться к рум-туру. В общем, увидимся в следующем видео. Мне тебя мало, смотри. Нас разделяют на две половины. Пересекая мосты. Пусть разрывает от счастья лавины. Мне тебя мало, всегда распространяй.